Проповедники из какой книги читали? Люди некоторые удивляются и говорят, что вы все с Библии да с Библии читаете. Ну, братья и сестры, я думаю, что здесь присутствуют люди, которые прочитали Библию один раз полностью, от корки до корки. Есть же такие? Есть. А кто пять раз прочитал? И такие есть. Братья и сестры, есть кто больше прочитал. И мы все надеемся, что Библия, она для нас останется Библией и Словом Божиим до конца нашей жизни. И до тех пор, пока придет Иисус Христос за своей церковью, церковь будет читать и Слово Божие. Братья и сестры, мы читаем постоянно одну и ту же Библию. Но Дух Святой, Он говорит нам из этой книги то, что нам нужно. Друзья, я сегодня тоже буду читать нам всем знакомый текст. То, о чем в последнее время размышляю. Думаю, этот отрывок, который мы прочитаем, записан из книги «Послание Иакова». Братья и сестры, 2 глава, 14 текста и ниже. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, и кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, и не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Братья и сестры, как можно назвать одним словом всех нас? Братья и сестры, верующие, да? Ну, в связи с тем, что мы прочитали про веру, мы с вами верующие. Друзья, а у нас вера какая? Она живая или мертвая? Кто-то говорит уверенно, живая. Вообще, братья и сестры, мы оправдываемся и получаем прощение грехов по вере или по делам? По вере. Братья и сестры, однозначно мы получаем с вами оправдание по вере. И есть конкретный текст Писания, который говорит, что надобно, чтобы приходящий к Богу что? Веровал. Ибо без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Написано в послании евреям. Друзья, есть несколько сторон или несколько моментов, аспектов нашего оправдания. Первое. Братья и сестры, мы оправдываемся по благодати. Нас Бог оправдывает по благодати. И в послании римлянам, 3 глава, 24 текст написано, получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христа Иисуса. Братья и сестры, мы оправдываемся по благодати. Благодать – это Божье. Божий дар – это благой дар. И Бог нас, вне зависимости от наших дел, Он нам готов дать оправдание. Второй аспект, братья и сестры, мы оправдываемся верой. Опять-таки, послание римлянам, 5 глава, 1 текст. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Братья и сестры, человек, который приходит сюда с покаянием, или сюда, или где-то в другом месте, он осознает, что он грешник. Нужно, чтобы он, братья и сестры, во что бы он веровал? В то, что Бог есть? Или этого недостаточно? Друзья, вот если мы с вами сегодня выйдем на улицу и встретим любого человека и спросим, «Ты веришь, что Бог есть?» Как вы думаете, какой процент скажут, что Бог есть? Большой процент. Очень редко сейчас встретишь человека, который будет убежденным, атеистным, и скажет, что я не верю, что Бог есть. Друзья, но этой веры недостаточно. И человек, который приходит к Богу за оправданием, он должен верить, «Господи, я грешник, а Ты святой. Иисус Христос пролил за меня свою кровь, и я верю в это, и хочу, чтобы Ты простил мне грехи». Мы оправдываемся по вере. Дальше, братья и сестры. Мы оправданы кровью Христа. Римлянам 5 глава, 9 текст. «Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Братья и сестры, кровь Христа нас оправдывает. Друзья, кровь Христа – это цена нашего оправдания. Мне врезался в память пример, который на прошлом собрании, воскресенье. Дима, помните, про святого водителя, который ездил и думал, что он так хорошо ездит и нарушает. А там штрафики приходят другому человеку, а он их молча оплачивает. Братья и сестры, мы с вами оправданы не просто так. И не просто по благодати. Бог захотел нас и простил. Друзья, Бог захотел нас простить, потому что за нас оплачена реально большая цена. Друзья, это цена жизни Иисуса Христа, Его кровь, Его мучения, Его воскресенье. Братья и сестры, мы с вами оправданы, потому что Иисус Христос заплатил большую цену. Бог Отец заплатил большую цену. Дух Святой заплатил большую цену для того, чтобы заплатить за наши грехи. Мы с вами оправданы через кровь Христа. Друзья, мы с вами оправданы Богом. Это четвертый аспект нашего оправдания. Опять-таки, Римлянам, 8 глава, 33 текст. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Братья и сестры, Господь захотел по Своей любви нас оправдать. И Господь оправдал нас. Почему? Потому что Он святой, и Он имеет на это право. Следующее. Братья и сестры, Бог имеет власть нас оправдывать. Знаете, это опять-таки послание Римлянам, 4 глава. Который предан за грехи наши, и мучим, и воскрес для оправдания нашего. Братья и сестры, Господь, будучи верховным властителем, Он разработал план для того, чтобы нас с вами оправдать. И по этому плану Иисус Христос был предан на смерть и воскрес для нашего оправдания. Братья и сестры, и шестой пункт, или шестой аспект нашего оправдания, это мы оправдываемся делами. Послание Иакова, 2 глава, 24 текст. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Братья и сестры, так верой мы оправдываемся или делами? Братья и сестры, безусловно, мы оправдываемся верой. Но вера наша должна быть живой верой. Братья и сестры, что является подтверждением веры живой или мертвой? Братья и сестры, дела. Дела. И в этой же главе, дальше мы уже не будем читать текст, Иаков приводит 2 примера, 2 личности оправдания делами. Это, братья и сестры, первая личность кто? Авраам. Друзья, Авраам оправдался верой, когда он поверил обещанному от Бога. Бог ему сказал, у тебя будет сын, и в тебе благословятся все народы. И написано, что Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. То есть он получил оправдание, он стал праведником. Друзья, прошло время, прошло много времени. 25 лет он ждал сына, и примерно около 30 лет было Исааку, когда Бог говорит, иди на гору и принеси мне этого сына в жертву. Братья и сестры, и Авраам пошел и принес Исаака в жертву. Почему? Он верил. Братья и сестры, он это сделал, потому что у него была вера. И написано, что он верил, что Господь может воскресить его из мертвых. То есть своими делами он подтвердил то, что он оправдан через веру. Братья и сестры, если бы он этого не сделал, что было бы? А мы не знаем, что было бы. Но мы точно знаем, что Авраам не стал бы отцом всех верующих. Друзья, другой пример. Ра в блуднице. Это женщина, которая в Ерихоне укрыла двух разведчиков, или соглядатаев израильских, да, и потом их отпустила. Благополучно они остались живы и ушли обратно к своему народу. Друзья, и она говорит во второй главе книги Иисуса Навина, она говорит такие слова им. Мы знаем, что с вами Бог. Братья и сестры, а сколько прошло времени от того, как иссушил Бог Черное море для израильского народа, до этого момента, когда Ра в блуднице с ними разговаривал? Сорок лет. Друзья, сорок лет назад, когда только израильский народ вышел из Египта, Бог сделал так, что чудесно раступились воды и море, и израильский народ прошел послушай, а потом это же море истребило, потопило все воинство египетское. И эти люди окрестные, они наблюдали. У них было сорок лет для того, чтобы уверовать. И приходили вести, море раступилось. Потом Бог даровал манну, потом перепелов, потом что-то еще, потом с Огом царем, потом с другим царем поступили так. Господь являл чудеса, окрестные народы смотрели. И вот она говорит, мы знаем, что с вами Бог. Братья и сестры, я так понимаю, что в Иерихоне все знали, что Бог с израильским народом, а для нас это картина. Иерихон в данном случае выступает как царство греха, царство зла. А израильский народ выступает как царство мира, царство Божие. И она говорит, я хочу с вами быть. Я знаю, что Бог с вами. Сделайте мне благо. Братья и сестры, она одна поверила, что Бог с ними. И сделала дело, которое подтвердило ее веру и стало гарантией для ее спасения. Братья и сестры, вот что значит дела и вера. Друзья, мы оправдываемся верой, но эта вера наша, она должна иметь подтверждение. И подтверждение это, братья и сестры, в наших делах. Итак, апостол Петр в своем послании втором говорит конкретные слова. Братья и сестры, мы, уверовав в Бога, получив оправдание, даром по вере, должны в вере нашей показать вот это. Если мы не можем ничего показать, то встает большой вопрос. Что из себя представляет наша вера? И тот текст, который мы прочитали из послания Якова. Если мы видим, будучи верующими, что брат наш нуждается, и мы говорим ему, слушай, что-то ты плохо выглядишь, что-то холодно сегодня на улице, а ты так легко и одет, и ты, наверное, не кушал сегодня, бледненький какой-то. Ну иди, покушай и оденься. А я пошел своей дорогой. Братья и сестры, мы ему что-нибудь сделали доброе? Да он и без нас знает, что он холодный, и что ему холодно. Друзья, вот так и вера. Если у нас вера есть, а дел нету. И обратите внимание, как здесь Яков говорит, что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру. Не если он имеет веру, потому что если ты имеешь веру, обязательно будут дела. А если он говорит, что имеет веру. Друзья, очень много людей сегодня говорят, что я верующий, я имею веру. А когда мы смотрим на их жизнь, делами не подтверждается. Братья и сестры, а у нас жизнь подтверждается делами, что мы верующие или не подтверждается? Знаете, я недавно, ну как недавно, обратил внимание на текст, в общем-то тогда, когда мы разбирали послание Коринфянам, не скажу, что я могу понять его до конца, но он, братья и сестры, меня, как вам сказать, страшит или тревожит. Это второе послание Коринфянам, пятая глава, десятый текст. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Братья и сестры, а на судилище Христовом будут верующие или неверующие? А как понять, чтобы получил, делая доброе или худое? Это получается, мы, называя себя верующими, живя в теле, можем делать не только добрые дела, но и худые. Братья и сестры, а наши дела куда деваются? А мы и знаем из текста Священного Писания. Блаженны, мертвые, умирающие в Господе, ибо они успокоят от трудов своих, и дела идут их куда? Вслед за ними. Братья и сестры, я как понимаю? Образно. Каждый из нас, как локомотив, ведет за собой состав. Дети, вы видели поезд с большим количеством вагонов? Может быть, много вагонов. Братья и сестры, чем больше мы живем на земле, тем больше у нас вагонов. А что в этих вагонах? Добрые дела или худые? Братья и сестры, чем наполняем мы свою жизнь? Оказывается, что когда мы придем на судилище Христово, Господь нам будет воздавать за наши дела. И они могут быть добрыми, а могут быть худыми. Знаете, братья и сестры, что значит жизнь по плоти? Это духовная составляющая, или же это дела? Братья, как вы думаете? Братья и сестры, это духовная составляющая, которая имеет выражение в делах. Человек оправдался верою, Господь простил ему грехи, он покаялся. И потом ему надо совершать свое спасение, жить духовно. Но, к сожалению, человек делает выбор и начинает жить по плоти. То есть, он начинает делать дела не добрые, а худые. И вот эти вагоны, они наполняются худым. И написано, умрете. Почему? Вы даже до судилища Христова не дойдете. Потому что отсутствие добрых дел делает вашу веру, оно не подтверждает ее, как Авраам, как Раф, а оно выхолачивает ее, братья и сестры, и вера наша может что? Братья и сестры, она может исчезнуть. Она может умереть и стать мертвой верой. Братья и сестры, и мы можем лишиться спасения. Друзья, нам надо останавливаться и смотреть на состав, который мы тащим за собой. Братья и сестры, может быть, надо отцеплять вагоны. Может быть, надо делать уборку в них. Какими делами наполнен наш состав? Мне очень понравилось. Я в Сибирских Нивах как-то читал статью и брат Эдик Шмидт, который сейчас в Яшкино живет, он рассказывая про свою семью, про свой переезд, он сказал так, когда мы переехали в Яшкино, брат Яков Яковлевич Гец, он дал нам на путствие. Он говорит, знаете, вы когда переедете сюда, вы можете даже ничего не говорить. Вы просто живите по-христиански. Просто живите по-христиански. Братья и сестры, нам нужно жить по-христиански. Вот это дела, которые показывают нашу веру. Сегодня хорошее слово мы слушали про для мужей, для жен, для родителей. И я, братья и сестры, задаю себе вопрос. Может быть, я был хорошим мужем вчера и хорошим отцом был. А сегодня я могу жить прошлым грузом, прошлыми заслугами. Апостол Павел в послании римлянам во второй главе в седьмом тексте так говорит, что который постоянством в добром деле ищет славы и бессмертия. Братья и сестры, постоянством в добром деле нам нужно упражняться в добрых делах и делать добрые дела в подтверждении нашей веры. До какого момента? Братья и сестры, до конца нашей жизни. Потому что конец спасает, а не начало. Друзья, если я вчера был хорошим мужем и отцом, а сегодня я этого не нахожу, братья и сестры, мои вагоны наполняются плохим. И на судилище Христовом Господь будет судить меня за это. Друзья, пусть Господь нам поможет, чтобы мы могли задуматься об этом. Какова наша жизнь? Есть еще текст, который написан в послании к Галатам, 6 глава, 9 текст, «Делаю добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ословеем», который может служить нам утешением. Если мы стараемся делать добрые дела в подтверждении нашей веры, братья и сестры, совершая свое спасение, оберегая вот это вот оправдание, которое нам Господь даровал даром. Помните, на разборе Николай Владимирович говорил про залог, который сохранил Афамарь. Вот это залог Духа Святого, который нам Господь дал, оберегая его. Братья и сестры, если мы унываем, потому что делаем добрые дела, стараемся вот подтверждать это, а не имеем воздаяния, и более того, иногда, может быть, с нами поступает не так, как мы заслуживаем, Господь нам говорит, да не унываем, пожнете обязательно, но в свое время, если не ослабеете. Братья и сестры, человек, который ослабел, он так говорит, да пропади, оно все пропадом, я уже устал. Братья и сестры, Господь нам дал все для жизни и благочестия, и он хочет, чтобы мы имели веру живую до того момента, когда либо жизнь наша прервется, либо мы встретимся с Господом. Пусть Господь поможет нам, чтобы в нашей жизни наша вера, братья и сестры, она подтверждалась добрыми делами. Слава ему за все. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...